Приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал в эфире программа «Итоги недели». Подробно о главном за минувшие семь дней расскажем вам я, Виталий Матюшин, и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшней программы. Руководитель региона Юрий Шулейко продолжает знакомство с высшими учебными заведениями Брещины. Высокая оценка дана работе Брестского государственного технического университета. Белгазпромбанк внедряет новые инструменты для упрощения финансовых процедур. В Брестской областной дирекции открытого акционерного общества Белгазпромбанк презентовали уникальный для Беларуси продукт банковское сопровождение контрактов. Торжество Мельпомены вновь встречает своих поклонников. В Бресте прошло торжественное открытие 25-го международного театрального фестиваля «Белая вежа». Сейчас об этом и не только подробнее в итогах недели. Брестский государственный технический университет подтвердил свою девятую позицию среди 57 вузов страны по данным отчета Webmetrics Ranking of World Universities за первое полугодие 2021 года. А в мировом рейтинге место Брестского государственного технического университета 5063 среди более чем 30 тысяч высших учебных заведений. Это говорит о том, что система образования в Брестском вузе непрерывно совершенствуется, уровень профессорско-преподавательского состава и используемые методики позволяют выпускать специалистов высокого класса. В этом убедился председатель Брестского областного исполнительного комитета Юрий Шулейко, посетив учебное заведение и пообщавшись с коллективом. Брестскому государственному техническому университету в этом году исполняется 55 лет. Это старинная кузница кадров профессионалов своего дела. И девятое место среди 57 вузов страны только подтверждает этот факт. Университет обладает мощным научно-техническим и творческим потенциалом. Выпускники университета высоко востребованы в экономике регионной страны. Строители, экономисты, бухгалтеры, архитекторы, дизайнеры, инженеры, дорожники и логисты. Совсем недавно в университете была открыта военная кафедра, а в будущем году планируется открытие специальности таможенное дело. Со старейшим вузом познакомился губернатор Юрий Шулейко. Это продолжение его встреч с коллективами университетов области, изучение материально-технической базы и уровня подготовки специалистов. Перед нами представим фрагмент складского комплекса, который у нас в Беларуси в основном не применяется, потому что тут несколько видов транспорта. В общем, да, компенсируется своими этими, так сказать, научными разработками, смешанным таким видом непосредственно. Ну, старайтесь, что тут говорить. Сегодня мир на колесах, есть такое выражение. Поэтому он сегодня обращен. Но в связи с тем, что мы находимся, слава Богу, и на самой крупной развязке, транспортно-логистической, как автомобильной дороги, так и железнодорожного сообщения, то это будущее. Всему есть, как так сказать, к чему стремиться. В самое ближайшее время приоритетными научными направлениями Брестского технического университета станут комплексные исследования и инновационные проекты в области строительства, информационных технологий, машиностроения, охраны окружающей среды. Преподаватели и студенты вуза уделяют большое внимание данным направлениям, считая их по праву двигателем прогресса. Молодежь в университете занимается всем. Разработкой новых приборов, приспособлений, инструмента, компьютерных приложений, а также изучением и собственной переработкой уже существующих научных патентов. Им интересно все. Устройство клавишная ввода эргономической формы, то есть это клавиатура нестандартной формы, созданная для людей, которые часто работают за компьютером, нужно много печатать, и за обычными клавиатурами это не всегда удобно, то есть приходится иногда выгибать вон так руку, из-за чего развивается туннельный синдром, из-за этого руки продолжают болеть, даже когда человек уже не работает за клавиатурой. Поэтому была разработана клавиатура формы такой, она позволяет просто положить, и рука имеет доступ ко всем клавишам, которые здесь есть, не надо никуда ее выгибать, и руке удобно, эргономично, и все хорошо. Решили повторить, просто разработать свою разработку, чтобы она у нас была. Эти клавиатуры еще дорабатываются. Такие клавиатуры имеют аналоги уже серийного производства, то есть их выпускают непосредственно для людей с такими синдромами, с такими проблемами, либо просто это удобные клавиатуры для некоторых людей, которые привыкли к ним, хотят работать, это удобно, они достаточно компактные, можно работать где-нибудь в дороге, куда-нибудь их с собой брать, собственно. И также есть аналоги, которые уже были разработаны, выпускаются в серийном производстве, но стоят больших денег. Где уже введено в эксплуатацию? Когда и как запустить в производство то или иное изобретение? Вот такие вопросы в первую очередь задавал губернатор, представившим свои работы аспирантам, студентам и преподавателям вуза. Ведь в полной мере научные достижения не имеют сил ровно до тех пор, пока не начнут использоваться на практике. Альтернативное вяжущее применяется. Как ее запустить в серийное производство с твердостью такой, минимальной толщиной долговечия? Как запустить в производство? Что для нужного? Какой завод КПД? Это какой материал? Здесь у нас гипс вроде бы в состав. Остальные части разработки все где-то держатся. В отличие от керамических плиток, где идет обжиг, здесь обжига не применяют. Здесь совершенно технология безобжигового производства этой плитки. Раночий железобетон. В них в принципе и спонсор есть. Это как бы цементная компания непосредственно. Предложите им сегодня на базе чего-то нового. Давайте подключите меня. Предложите им то, что сегодня будет иметь серийное производство. Пускай это плитка. Поднимались также и острые вопросы. Губернатор поручил техническому университету проработать проект модернизации областного центра молодежного творчества и дать студенческим отрядам возможность участвовать в разработке проектов, а в дальнейшем работать на строительных объектах. Пресс сегодня, я считаю, один из главных вузов проектирования жилья и тому подобное. Сегодня молодежные кварталы есть спроектированы студентами, которые сегодня строятся в Хресте. Вот какой-то, ну давайте тему, так сказать, которая с учетом лицензии, которые мы получим, давайте заложим сегодня базовый какой-то квартал, где было спроектировано вместе с домостроительным комбинатом, с их фантастическими идеями, может быть, с какими-то, так сказать, новшествами. Да, ну вот эти мы видим сегодня фантхаусы всевозможные. Ну, похоже, там, как малая боровая, там, чуть-чуть, но оно ж мир не стоит на своем месте, да, мы видим вот эти. Вы сделайте что-нибудь с пионерским нашим домом пионеров. Вам поручение, да, вы доведите вот эту входную группу, да, чтобы она не текла, да. Центр. Центр, да. Потому что, вот, ну, вроде бы и неплохое заведение, вроде бы красиво посаженное, да, это построительный, правильно сказать, как бы, наверное, да, но вот туда оно течет, да, эта палуба течет, да, через палубу течет, лестница там корявая. Вот позанимайтесь коряво, все коряво, объективно скажу, да, это не для Брестской области, когда рядом стоит, ну, технический университет самым сильным, назовем, строительным проектированием. Позанимайтесь так, на факультативном, так сказать, уровне, предложите какие-то моменты, может, мы с молодежной бригадой сделаем вот этот посадок, и мы подтянем. Руководитель области также посетил Святая Святых научной деятельности университета, лабораторию промышленной робототехники, которая была открыта в 2019 году для углубления научно-технического сотрудничества науки и производства в регионе, подготовки современных квалифицированных инженерных кадров и популяризации новых технологий в стране. Талантливыми инженерами, программистами на базе лабораторий ежегодно создаются новые перспективные проекты. Многие технологии разработаны с акцентом, которые представляются и с компанией, но много специфики внутри, но на предприятии, но это специфика в основном маршрутизации. Да, да, гибкие транспортные системы, то есть не калывают деньги из конвейера, которые стоят и с ними учатся, но это очень сложно, сложно, это штука сегодня из-за данного, но самое главное, намного это то, что вы видите, как приводится на Сарушке, намного безопаснее, чем карщик, человек затевался, правда. Юрий Шулейко был впечатлен многими моментами, которые увидел в Брестском государственном техническом университете, разработками, о которых ему рассказали сами студенты и их руководители. Перспективный вуз, вывод однозначен, его выпускники просто необходимы региону. Об этом руководитель области говорил уже на встрече с коллективом университета, представив своеобразный отчет развития Брещины за последние годы, отметив устойчивость экономических и промышленных показателей, успехов в развитии свободной экономической зоны Брещины и значительно выросший уровень строительства. Губернатор говорил об университете, его превосходстве в тех или иных позициях, а также престижности профессии инженера. Конечно, затрагивало другие темы, например, непрекращающуюся сложную эпидемиологическую обстановку. Юрий Шулейко поделился и своими мыслями по поводу актуальных задач, стоящих перед регионом, в частности, нехватки квалифицированной рабочей силы в сельском хозяйстве, например. Сегодня работы немерено, нужны глубокое образование. Глубокое образование. Нам есть к чему-то стремиться и давным созданным постулатом, который сегодня есть. Вот задают всегда вопрос, будет ли мне рабочее место, сколько человек отработает на своем месте, сколько он будет зарабатывать, насколько сегодня качественные практики проходят, и когда вы своих детей, своих студентов отдаете на предприятия, учреждения, там, хозяйства, какие-то заводы непосредственно, надо сегодня... Вот всегда вы спорите, а почему у нас, как это самое, ну, не хватает высококвалифицированных кадров. Вы говорите, мы их готовим. А где они тают? Вот где они сегодня тают? Сегодня не хватает инженеров, которые пройдут на заводы, где занимаются обработкой металла, станкостроение, такое, ну, достаточно промышленное, в Белоруссии станкостроение развито достаточно неплохо. Нас не хватает в сельском хозяйстве, всех специалистов. У нас, так сказать, кадры, педсостава, я извиняю, школ, просто быстро стареет топ-поколение. В продолжение встреч Юрий Шулейко ответил на интересующие студентов вопросы. Все они, так или иначе, были связаны с обучением и университетом. Как вам видится развитие Роль Брестского государственного технического университета, развитие региона? Этот ВУЗ имеет серьезный сегодня фундамент, потому что здесь серьезнейшие специальности, которые заложены фундаментом, повторюсь, тех целевых задач, которые в стране есть. Вы получаете те специальности, которые сегодня нужны нашей промышленности, в социальной сфере, экономике и других направлениях. Поэтому Ваш ВУЗ будет развиваться, так сказать, в контексте тех требований государства по образованию, которые у нас сегодня определены. Нужен, в конечном итоге, качественный, прогрессивный специалист. Для нашего региона, я думаю, это очень важный университет для жизни молодежи в целом, потому что даже мои знакомые, я поступал по рекомендациям, что, как я сказал, есть чему научиться в этом университете, есть где это применить. Так и вся молодежь двигается именно сюда, если не в Немецк. Но я считаю, здесь намного лучше. Алена Миневич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. Десять лет с момента образования ведомства отметили на этой неделе работники Следственного комитета Беларуси. Важная веха структуры ознаменовалась для Брестской области внушительными цифрами. За все время функционирования только в регионе. В обработке находилось порядка 160 тысяч заявлений и сообщений о преступлениях. В каждом из таких дел важно было детально разобраться и установить истину. В Бресте по случаю юбилея ведомства прошли торжественные мероприятия в числе почетных гостей, представителей руководства города и области. О непростой службе, важных итогах и планах на будущее наш следующий сюжет. Установить мотив преступника, определить ход расследования и дать оценку совершенным деяниям. Дорога длиной в 10 трудовых лет для следователей Брещины не была легкой. В производстве за это время находилось около 150 тысяч возбужденных уголовных дел, 52 тысячи из которых впоследствии переданы прокурорам для направления в суд. За цифрами стоит труд большого коллектива работников, которые, невзирая на погодные условия и время суток, выходили и выходят на службу, разбираясь в деталях и мелочах. За время существования Следственного комитета на счету Брестских следователей десятки тысяч успешно раскрытых преступлений, немало профессиональных побед и свершений. Должен сказать, что за сухими цифрами статистики скрывается работа на местах происшествия, независимо от погодных условий, времени и суток, кропотливая работа и скрупулезная оценка доказательств в тишине следственных кабинетов. С одной стороны, бессонные ночи, напряженная работа, с другой торжество справедливости. На торжественное собрание были приглашены лучшие работники со всего региона. В честь десятилетия ведомства им были вручены медали, грамоты, благодарности, в отдельных случаях новые внеочередные звания. Слова поздравлений представителям Следственного комитета адресовал губернатор региона Юрий Шулейко. В своей приветственной речи председатель областполкома поблагодарил их за работу и профессионализм. Огромное спасибо за ту работу, которую вы сегодня делаете во имя государства, во имя справедливости, закона, надежности нашей страны. И каждый день, выходя на работу, как фактически военный человек, вы в душе, отдав присягу стране, делаете то, что необходимо сегодня согласно закону Республики Беларусь. Еще одним важным гостем мероприятия стал Валерий Вакульчик, помощник президента, инспектор Побретской области. В свое время именно он стоял у истоков образования Следственного комитета Беларуси и помнит, как все начиналось. Именно благодаря вам, уважаемые следователи, а также нашим ветеранам, Следственный комитет состоялся и занял достойное место среди государственных органов Республики Беларусь. Сегодня следователи действительно имеют на вооружении самую современную технику, работают в новых благоустроенных помещениях. Многое было сделано за прошедшие 10 лет. Не меньше задач у работников Следственного комитета будет и дальше. Именно поэтому они постоянно повышают навыки своего профессионального мастерства, регулярно посещают тематические сборы и другие обучающие мероприятия. Спектр занятий достаточно широк. Задача не сводится к механической фиксации увиденного. В каждом отдельном случае нужно видеть детали. Молодым следователям Брещины в этом вопросе повезло. Руководством областного управления разработан и притворен в жизнь целый комплекс мер, которые должны помочь сориентироваться новичкам в непростом деле установления истины, чтобы принцип о теории к практике работал еще эффективнее. Такое внимание к себе молодые сотрудники ценят и стараются использовать все предоставляемые возможности для развития и профессионального роста. В общем, коллектив нашего отдела и вообще сама организация Следственного комитета старается помочь каждому молодому сотруднику в достижении каких-либо личных результатов как в своей профессиональной деятельности, так и в каких-то личных интересах. Например, в различных спортивных мероприятиях нам позволяют участвовать в различных интеллектуальных мероприятиях, соревнованиях. И для каждого человека вот работа в Следственном комитете я считаю, что приносит для каждого сотрудника колоссальнейший опыт и возможности дает для развития. За эти годы Следственный комитет превратился в монолитную структуру, структура, которая заняла прочно свое место среди правоохранительных органов Республики Беларусь. Сотрудники на сегодняшний момент обеспечены всем необходимым, начиная от форменного мундирования и заканчивая теми помещениями, о которых мы в свое время, начиная службу, могли только мечтать. Награды и звания нашли своих обладателей. Уже сегодня им предстоит вернуться в трудовые будни, где каждый из них будет делать свою работу по совести и чести. Нам есть чем гордиться. Мы приходим к празднику с хорошими успехами и приятным настроением. Уверен, что сотрудники Управления Следственного комитета по Брестской области и в дальнейшем, благодаря своему профессионализму, целеустремленности, будут соответствовать любым новым вызовам времени и успешно решать все стоящие перед подразделением задачи и в будущем. Вы смотрите итоги недели на БУК-ТВ. Говорим об актуальном. Рынок всегда диктует свои условия, заставляя представителей различных форм бизнеса быть конкурентоспособными, работать в жестких рамках и отслеживать малейшие изменения. Особенно непросто это сделать руководителем крупных предприятий, которые занимаются серьезными инвестиционными программами. Предполагается, что деньги, вложенные в проект, будут расходоваться согласно назначению, а контрагенты действуют профессионально и добросовестно. К сожалению, на практике бывают исключения. Белгазпромбанк уже не впервые приходит на помощь, внедряя все новые инструменты для упрощения различных финансовых процедур. В Брестской областной дирекции открытого акционерного общества Белгазпромбанк презентовали уникальный для Беларуси продукт банковское сопровождение контрактов. Подробности в сюжете Людмила Логодич. Быть успешным в бизнесе сегодня значит на шаг опережать время, владеть полной и достоверной информацией, держать все под контролем. Технологии не стоят на месте, и уже сегодня Белгазпромбанк готов помочь руководителям и собственникам бизнеса решать задачи, которые ставит перед ними рынок. Для этого здесь внедрен уникальный для нашей республики финансовый инструмент, о котором спрашивали и которого ждали многие. Доверить контроле, отчетность банку и в то же время держать руку на пульсе позволяет банковское сопровождение контракта. Об этом лучше слов говорят первые сделки. Предыстория заключения этого контракта была в таком формате, что я сам пришел с просьбой к банку, что а если что-то подобное, то есть мы бы хотели быть прозрачными для банка и в свою очередь, чтобы банк шел к нам на встречу в исполнении всех наших договоров. То есть это было первым нашим посылом. И на что Наталья Михайловна с улыбкой и ответила, что да, действительно, есть такой продукт, подписание которого вот-вот должно состояться. На что мы с удовольствием пошли и решились. Естественно, если мы будем знать, как мы идем, где наши затраты, где наши прибыли, где мы что-то теряем, соответственно, это позволит нам правильно реализовывать то, что мы наметили. Для Белгазпромбанка важен каждый клиент Республики Беларусь. Для нас важен каждый клиент Брестского региона. И новый продукт, банковское сопровождение контрактов, мы готовы предлагать как крупному, частному и государственному бизнесу, так и представителям малого и среднего бизнеса Республики Беларусь. Какие плюсы? Плюсы – это в дополнительном контролинге, в дополнительной отчетности, в возможности проверки контрагентов, ну и, конечно, в нарабатывании положительной деловой репутации наших клиентов для банков. Мы поддерживаем высокий уровень обслуживания клиентов, и этот продукт позволит нашу планку обслуживания поднять еще выше. На семинар, посвященный банковскому сопровождению контрактов, собрались представители администрации города, области и свободной экономической зоны Брест, а также действующие потенциальные деловые партнеры Белгазпромбанка. Уникальный инструмент контроля целевого расходования денежных средств в рамках инвестиционных проектов и закупок вызвал большой интерес, ведь в перспективе он может повлиять на бизнес-активность целого региона. Надеемся на то, что сегодня внедрение новых инструментов по сопровождению кредитов в хозяйственную деятельность, оно поспособствует повышению активности наших бизнес-процессов. Ну и с учетом того, что данная программа позволит, наверное, создать дополнительные удобства для предприятия организаций по сопровождению самих контрактов, в том числе инвестиционных, поэтому мы тоже надеемся на то, что и это будет одновременно способствовать повышению инвестиционной активности. Я бы хотел поблагодарить Белгазпромбанк за, скажем так, изготовление такого продукта, линейку продуктов, который выходит на рынок. Я думаю, что, безусловно, наши резиденты, а у нас их 73 резидента в свободной экономической зоне, обратят на это внимание и, безусловно, воспользуются этим продуктом в своей деятельности. Среди тех, кто ценит свое время, полную информационную прозрачность при исполнении контрактов, контроль доведения денежных средств строго по назначению, а также снижение рисков для бизнеса и Сергей Лавник, глава одного из флагманов строительства Бресском регионе Полесье Жилстрой. Заключение сделки на банковское сопровождение контрактов – своеобразный кредит доверия предприятия к такому финансовому учреждению, как Белгазпромбанк. И это не первый совместный успешный проект. Результат многолетнего сотрудничества партнеров и этот офис Бресской областной дирекции Белгазпромбанка по улице Московской. Флот нашего совместного сотрудничества виден, поэтому, я думаю, следующие шаги будут идти только на укрепление нашего сотрудничества. Белгазпромбанк всегда впереди, поэтому данный продукт и реализация этой программы станет еще одним преимуществом ведения бизнеса. Сотрудничество, новые проекты и технологии будут развиваться, а Белгазпромбанк, как всегда, на шаг опережает время. Недаром его слоган «Энергия твоего будущего». О других мероприятиях текущей недели. Десять дней, начиная с 1 сентября. Во всех уголках Беларуси проходила масштабная республиканская акция «Единый день безопасности». Ее цель – формирование в обществе культуры безопасности жизнедеятельности. Особо важно привить правильные знания и навыки поведения в различных ситуациях у детей и подростков. В этом убеждены сотрудники Госэнергогазнадзора, которые совместно со специалистами Брестских электрических сетей и Управления по чрезвычайным ситуациям провели очередное полезное и увлекательное мероприятие для учащихся Муховецкой средней школы. В обычной жизни вы никогда не попадете на подстанцию, потому что это является режимным объектом. Но так как это учебная подстанция, мы можем с вами провести небольшую экскурсию. Проходите. Вот так старшеклассников Муховецкой средней школы встречали на учебном полигоне предприятие Брестэнерго. Опытные сотрудники Госэнергогазнадзора и Брестских электрических сетей не в сухой теории, а наглядно и с примерами рассказали о том, как возникает, распределяется и попадает в наши дома электрическая энергия. А самое главное, как не подвергать неоправданному риску свою жизнь и здоровье. Нынешнее мероприятие приурочено к Единому дню безопасности, который уже стал традиционным в нашей республике. В нем принимают участие все, собственно, субъекты профилактики. И в эти дни, вот с 1 по 10 сентября, проводятся ширкомасштабные разъединительные работы среди персонала, организации и населения по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности. К сожалению, продолжают иметь случаи электротравматизма, случаи, значит, травматизма при пользовании газом в быту. Только за первое полугодие нынешнего года с населением произошло 10 несчастных случаев от поражения электрическим током. Вот, при этом погибло 7 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Просто пренебрежительное отношение взрослых к таким вот моментам, как состояние электропроводки, электробытовых приборов. И часто страдают при этом дети. Поэтому ребятам важно знать, где их подстерегает опасность. Места вблизи энергообъектов не подходят для селфи-игр и рыбной ловли. Ведь получить разряд тока можно даже без прикосновения к находящимся под напряжением электрическим частям энергоустановок. В таких местах мы никогда не были и это очень интересно побывать. Я думаю, то, что нужно учить вообще с самого рождения, когда ребенок уже начинает что-то осознавать и я думаю, то, что первые шаги об этом должны рассказывать родители, но потом уже будет в садике этот рассказывать и в школе. И тогда ребенок будет более это все более-менее понимать. Такая возможность не всегда удается. Первый раз в таком месте. Поэтому я активно участвовала, задавала вопросы и спрашивала все, что меня интересует. А интересовало школьников абсолютно все. Еще бы, специально к месту проведения мероприятия прибыли аварийные автомобили службы Брест-Ублгаза, Брестских электрических сетей, а также пожарно-спасательная машина МЧС. Представители каждой из служб раскрыли секреты профессии, показали специальный инвентарь и снаряжение, средства защиты в работе, акцентируя внимание школьников на безопасном поведении в быту и вне дома. В таких перчатках или в таких же ботах можно безопасно касаться только ведущих частей до 1000 вольт. До 1000 вольт. То есть до 1000 вольт это, как вы знаете, 220 вольт, которые есть в розетке, там 380 вольт, которые бывают в домах тоже. И можно спокойно касаться и вас током не ударит. Цель нашего мероприятия сегодня на полигоне собрать службы, которые непосредственно участвуют в ликвидации аварий и ликвидации последствий. Наглядно показать, кто принимает участие в процессах ликвидации аварий и последствий и также пропаганде безопасной эксплуатации газового оборудования и электрооборудования. Мы сделали ставку на обучение учащихся правилам безопасности в интересной и доступной форме. Рассказали им, как предупредить беду и как действовать, став заложником опасной ситуации. Проведенное мероприятие направлено на повышение уровня знаний граждан в области безопасности жизнедеятельности и пропаганду безопасных условий проживания. У желающих была возможность ознакомиться с аварийно-спасательным оборудованием, узнать о его работе, а кое-что даже попробовать в деле. Любые похожие мероприятия будут важны. Как-никак мы освежаем память свою при критических ситуациях. Сегодня было очень интересно узнать про электростанции, как она работает, откуда идет ток, как спасатели работают. Я считаю, что это очень важно, это нужно знать, потому что мало ли что случится. И правда, случится в жизни может что угодно, но теперь ребята точно знают, как надо действовать и вести себя правильно. Торжество Мельпомены вновь встречает своих поклонников. В Бресте на текущей неделе состоялось торжественное открытие 25-го международного театрального фестиваля «Белая Вежа». Форум искусства будет проходить в областном центре целую неделю. Акцент в программе на постановке театров из стран Евразийского экономического союза. В непростой период пандемии провести мероприятие такого формата достаточно сложно. Однако организаторам все же удалось выполнить свою непростую задачу и привести в Брест достаточно яркие и интересные постановки. На торжественном открытии в Брестском академическом театре драмы побывала Анастасия Наздрин-Плотницкая. В 25-й раз на площади перед Брестским академическим театром драмы становится по-настоящему шумно и по-своему удивительно. Все потому, что здесь вновь начинается полюбившийся многим фестиваль искусства «Белая Вежа». В этом году важное событие проходит уже в 25-й раз. И как много лет подряд праздник театра и искусства мероприятие волнительное и очень долгожданное. Фестиваль должен жить, он будет, мы будем его развивать. Это, наверное, то брендовое состояние, которое должно быть. Их не так много у Бреста и здесь однозначно только вперед. Я думаю, что, судя по участникам фестиваля, он в этом году тоже должен быть довольно успешный. Город соскучился, Брест это театральный город и это было доказано уже не единожды. Поэтому мы очень рады, что сегодня 25-й международный театральный фестивал «Белая Вежа» стартует и в течение недели будет радовать наших колесчан. На этот фестиваль съезжаются артисты, критики, режиссеры со многих стран мира. Ну и, естественно, здесь же собираются и любители театрального искусства. И важно в это, тем более в это время, ковидное время, в том числе, наверное, поддержать наших артистов для того, чтобы они смогли продемонстрировать свое искусство, показать что-то новое. В этом году в афише 22 спектакля различных жанров от 21 коллектива из 7 стран Беларуси, Армении, Грузии, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана. Стоит сказать, что в атмосфере можно было ощутить особые нотки торжественности. Публика соскучилась по таким мероприятиям и готова к встрече с драматургией. В 2021-м к театральному форуму приурочено сразу несколько творческих проектов, в их числе и конкурс театрального плаката. Сегодня художники работы победителя у нас организовано голосование на призрительских симпатий в театре и мы надеемся, что этот конкурс вызовет интерес у гостей и хозяев фестиваля. Торжественное открытие состоялось в Большом зале театра. Непривычная рассадка, продиктованная условиями пандемии, не позволяет заполнить полностью всю площадку. Однако это не помешало радостно и эмоционально отметить начало юбилейного творческого сезона. С приветственным словом к присутствующим обратился председатель Брестского горесполкома Александр Рогачук. Я выражу наше общее эмоциональное состояние. Оно выражается одним словом, двумя. Мы соскучились. Мы соскучились по этой особой атмосфере фестиваля. Мы соскучились по общению друг с другом. Я прежде всего хочу поблагодарить. Поблагодарить форбкомитет фестиваля руководства области, которые взяли на себя смелость разрешить это предприятие. Поблагодарить наших гостей из стран, которые появили смелость приехать, пересечь кордоны, приехать в другую страну. Хочу поблагодарить прежде всего вас, которые проявили смелость и самотверженность в любом театре. И мы сегодня вместе. Являясь приверженным саморазвитию культуры в нашем городе, я сделал все возможное, чтобы крест всегда был не только самым красивым архитектурным городом, но и городом, где по-особому чтят традиции культуры. Поэтому с огромным волнением я хочу сказать приятный для всех нас праздник. 25-й международный театральный фестиваль «Белая Вежа» объявляется открыт. Первый вечер открыл гостевой спектакль, не вошедший в конкурсную программу, легендарная постановка Паулинка Национального Академического театра имени Янки Купалы. Ее премьера состоялась еще в далеком 1944 году. когда театр был в эвакуации. За четверть века фестиваля «Белая Вежа» приняли участие более 500 театров из 55 стран, а его спектакли посмотрели свыше 250 тысяч зрителей. Цифра внушительная. Каждый раз публика ожидает только яркие и интересные постановки. Организаторам удается постоянно удивлять форматом и новыми поднимаемыми темами. При этом в приоритете остается белорусский колорит. Именно поэтому в каждом сезоне есть и отечественные белорусские коллективы. Кстати, на большинство постановок билеты уже раскуплены. С учетом нынешней рассадки зрителей, при которой соблюдается социальное дистанцирование, продажа билетов приближается к 100%. Однако при желании на некоторые спектакли еще можно приобрести билеты. В основном остались места на балконе и единичные в портере. А за несколько часов до открытия театрального фестиваля «Белая вежа» прошла еще одна премьера. Открытие вернисажа «Путь к сцене». Это очередной внушительный одновременно поразительно изящный проект Белгоспромбанка и он стал своеобразной прелюдией «Белой вежи». И организован он специально для Бреста и Брещан. Леон Бакст, Фердинанд Рущиц, Савелий Сорин, Файбиш Шрага Царфин и наш земляк, уроженец Брест-Литовска Дмитрий Стелецкий это художники творчества, которых знает весь мир. Художники Парижской школы, но все они родом из Беларуси. Открытие выставки «Путь к сцене» прошло в офисе областной дирекции «Белгазпромбанка». Выставка работы из корпоративной коллекции открытого акционерного общества «Белгазпромбанк» «Путь к сцене» это 10 шедевров художников Парижской школы родом из Беларуси. Это коллекция, которую можно считать настоящим мировым достоянием и для тех, кто является знатоковым живописи имена авторов говорят о многом. Это великий Леон Бакст и Фердинанд Рущиц, Савелий Сорин, Файбиш Рага Царфин и наш земляк, уроженец Брест-Литовска Дмитрий Стелецкий. Увидеть, прикоснуться, прочувствовать и восхититься их творчеством такую возможность брещанам предоставил в очередной раз «Белгазпромбанк». Этот проект на сегодняшний день проект в рамках политики, миссии «Белгазпромбанка». Одной составляющей нашей миссии являются социальные проекты в области культуры и спорта. И сегодняшняя выставка как раз продолжение наших традиций, нашей миссии. И она приурочила не только к 25-му фестивалю Белая Вежа театральному, но и к предстоящему Дню Единства Республики Беларусь. Почему? Потому что коллекция выходцев из Беларуси, художников, которые учились, кто-то в России, работал за рубежом. И сегодня эти картины у нас, в Бресте, и мы имеем возможность их посмотреть здесь и сейчас и посмотреть их в банке. Не просто где-то, посмотреть их в банке, что вот тоже является, скажем, очень интересным. И я хочу, чтобы Брестская дирекция, наше новое здание, стало культурной точкой на карте города Бреста. У нас есть опыт работы с Белкостромбанком, и я могу подчеркнуть, что действительно все эти проекты, они отличаются профессионализмом, таким качеством подбора работ. И это действительно, наверное, событие, которое достойно того, чтобы мы его отметили в городе. На торжественном открытии Вернисажа было все как-то по-особенному торжественно. Вероятно, сами шедевры навевали особую атмосферу, ведь высокое искусство основано на чувственности, а в отношении театра и театральных декораций это ощущение удваивается, а все 10 представленных картин имеют прямое отношение к театральному жанру. Все художники имели в свое время непосредственное отношение к русским сезонам и русскому балету Дягилева во Франции. Они создавали декорации и костюмы к спектаклям. Тут представлены ярчайшие представители белорусской школы, проживавшей во Франции. Это так радует, что все-таки земляки-то наши вернулись на родину не на историческую, а просто там, где родились. Это так приятно. И время не старит эти работы, а наоборот обогащает. Оно как старое серебро. Чем старше, тем ценнее, понимаете. И как говорил великий русский художник Илонов, каждая картина не стареет, живет своей жизнью, развивается, и как старое дерево крепнет с каждым годом. Очень приятно то, что эта выставка, включенная в рамки международного театрального фестиваля Белорежья явилась предвосхищением открытия этого фестиваля. Некоторые работы уже знакомы Брещанам, диптик Дмитрия Стелецкого «Вояре», его же картина «Сказка», но изюминкой открытия выставки «Путь к сцене» можно сказать, что вишенкой на торте стала работа нашего земляка княжна. Еще нигде княжна не выставлялась, и именно в Бресте ее впервые увидел зритель, а история ее возвращения в Беларусь весьма интересна. Мне очень повезло, потому что я смог в Риге, в частной коллекции найти эту работу. Она изначально была в частной коллекции в Ленинграде, и после 91-го года она была куплена частными коллекционерами в Латвии. Нам удалось договориться, и так в 2019 году эта работа была возвращена в Республику Беларусь, и с тех пор мы по обещанию Натальи Михайловны Арцемени и коллегам из Бреста никому ее не показывали. Буквально сегодня, сейчас эта работа впервые в Республике Беларусь была показана широкой публике. Это костюм, эскиз костюма книжной Дмитрия Стелецкого, который был создан в 1923 году. Если присмотритесь, я надеюсь и зрители обязательно придут и посмотрят, даже сохранились авторские пометки из какого материала создавать эту работу. Эскизы театральных костюмов Леона Бакста и его знаменитая «Жар-птица» и здесь же, рядом, портрет балерины Тамары Корсавины Савелия Сорина, которая танцевала в этом костюме. Смотришь на картины и представляешь, как изящно выглядела танцовщица в этом наряде и как мелодично напевали колокольчиками, которыми расшит наряд в такт ее движением. Хитрому взгляду озорного Никола из балета «Шутницы» могут позавидовать современные любители селфи, а работа гуашью и маслом замок Бресак Файби Шашраги Царфина чем-то напоминает нам белую вежу. Я думаю, что эта коллекция может удивить и порадовать в принципе любителей искусства, потому что она не носит некого регионального или республиканского характера. Она действительно коллекция, которую можно считать настоящим мировым достоянием. Собственно, авторы, которые здесь представлены, они в дополнительном представлении, убеждении и, скажем так, в том, что это уже авторы мирового уровня не нуждаются. Рубеж столетий конца 19-го, начала 20-го века, время через Вахяина сложное и противоречивое. В художественной жизни отмечено поисками нового, большого стиля. И такие мастера, как Стелецкий, Бакст, Сорин нашли себя, нашли свой стиль, нашли признание. Когда мы говорим, как много времени прошло, да вот оно, вот оно здесь. Это два поколения, маленькое зернышко. И вот это вот маленькое зернышко, выраженное в этих вот картинах, оно дает столько положительной энергетики и надежды на светлое будущее, что никакая огромная высота может быть иногда, не может заменить вот эту экспозицию, потому что это искусство проверено временем, а раз проверено временем, оно не умрет никогда. Нариса Осмолович, Александр Воронин и Юрий Лимонтович специально для программы «Итоги недели». Это были «Итоги недели», у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты Бук ТВ. Жизнь всегда проще, когда понимаешь, как и что происходит. Ну а мне остается только добавить, это было ваше телевидение Бук ТВ. Подведем итоги ровно через неделю. До встречи, как всегда, желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин